Девушки отдыхают Крепкие дружеские отношения связывают Россию и Грецию с конца XVIII века, когда русский адмирал Ушаков помог обрести свободу и независимость колониальной Греции. С тех пор имя Федора Ушакова с почтением произносит каждый житель этой страны. Крепкие дружеские отношения Это были тяжелые времена для Греции. Материковая часть уже 300 лет находилась под игом Османской империи. На острове Корфу, как и на других Ионических островах, без малого 400 лет хозяйничали венецианцы. И хотя там господствовал католицизм и итальянское правление, островитяне себя считали греками и были в основном православными. Только на острове Корфу более 500 православных храмов и 22 монастыря. Построены они в разные века, но хорошо сохранились и до наших дней. Например, церковь святых апостолов Эсона и Сосипатры построена в X веке. Храм, освященный в честь Николая Чудотворца в XVII веке. Первые камни в фундамент церкви Иоанна Претечи были заложены в XV веке. Венецианцы особенно не мешали проявлению религиозных чувств жителям Корфу, но при этом готовы были сохранить свое господство на острове, невзирая ни на что. Любопытная история так называемой Старой Крепости. Ее начали строить еще в византийскую эпоху вместе с городом Карифа, что означает «на вершине». Это было в VI веке н.э. После захвата острова венецианцами в XIV старую крепость, можно сказать, обустроили заново. Это произошло уже в XV веке. В те времена на территории крепости располагались несколько церквей, часовня, лазарет, маяк, тюрьма и оружейный склад. Одним из главных инженерных решений того времени стало отделение полуострова от города. Был прорыт искусственный канал, названный «Контрафорсом». Турки четыре раза пытались захватить Корфу в 1537, 71, 73 и в 1716 годах, но ни разу им не удалось этого сделать. Жители острова уверены, что выдержать осаду им помог святитель Спиридон, небесный покровитель острова Корфу. На территории крепости находится церковь Святого Георгия, покровителя воинов. Она построена в 1840 году англичанами и 24 года была англиканской церковью, а потом переосвящена как православный храм. К сожалению, большая часть старой крепости до наших дней не сохранилась, в отличие от построек новой крепости. Она не намного младше своей предшественницы, всего лишь на век полтора. Но к ее строительству приложили руки уже многие государства, в их числе Англия, Италия и Франция. Старая крепость же была и остается символом Корфу, символом непобедимости, на самом высоком месте которой возвышается гигантский христианский крест. Его хорошо видно в любое время дня и ночи, в любую погоду, всем подходящим к острову Судам. Как мы уже говорили, венецианцы особо не мешали проявлению религиозных чувств жителям Корфу. Строились новые православные храмы, открывались монастыри, но при этом на острове 400 лет не было своей епархии, своего митрополита, мощи святых в любой момент могли быть осквернены. И только благодаря России и адмиралу Федору Ушакову православие обрело ту силу и мощь, которыми было стелено до завоевания венецианцами остров Корфу. Дружба наших народов, русского и греческого, имеет давнюю историю. Россия помогла Греции обрести независимость. Когда мы были под Османским Игом, мы знали, что народ, который придет с севера, поможет освободить нашу родину. Так и произошло. Мы очень благодарны России за это, особенно адмиралу Ушакову и тем, кто помог в освобождении Ионических островов и Корфу. Освободитель, отец республики, православный защитник, так именовали Федора Ушакова островитяне. Несмотря на два столетия, прошедшие с тех пор, киркирийцы знают, кто их освободил, кто подарил Греции независимость, помог утверждению греческой демократии и утвердил и развил православные связи между Россией и Грецией. Турки с почтением называли Федора Ушакова «Ушак-паша». Имея далеко не знатное происхождение, отец был калишским регистратором, Федор Федорович высокого адмиральского звания достиг своим трудом и талантом. Он одержал блестящие победы во Второй русско-турецкой войне в 1787-1991 годах при Екатерине II, стал самым заметным и заслуженным русским военно-морским начальником. И уже при новом императоре Павле I именно Ушакову было поручено провести средиземноморский поход по освобождению Ионических островов, принадлежащих несколько столетий Венеции и позднее захваченных французскими войсками. С берега Корфу виден остров Виду. Остров небольшой, но именно на нем высадились французские войска, чтобы захватить Корфу. Французы пришли сюда под личиной освободителей от гнета венецианцев. Они провозгласили высокие лозунги «Свобода», «Равенство», «Братство», но на этом, собственно, и закончилось освобождение греков. И французы бы захватили Корфу, если бы не эскадра Федора Ушакова. Русскому адмиралу помогало все греческое население острова. И это логично, ведь Греция и Россия всегда были духовными союзниками. Многие греки служили епископами и священниками у нас в стране, а на кораблях Ушакова – офицерами. Население Ионических островов с энтузиазмом и подъемом встречали моряков Ушакова возгласами «Здравствуйте, православные!» Греки заявили, что они хотят перейти под правление русского императора. Но Ушаков сказал, что Россия здесь своих приобретений не ищет. Это были знаменитые слова Федора Ушакова, которые ставят им его кор, что Россия не утвердилась в Греции еще в XVIII веке. А с другой стороны, это был такой высокий пример романтического благородства, за что греки до сих пор благодарны нашей стране и лично адмиралу Федору Ушакову, одного из создателей Республики Семи Ионических островов, первого демократического государства в новой истории Греции. Когда эскадра Ушакова возвращалась в Россию, Сенат Корфу на прощание преподнес адмиралу золотой меч, усыпанный алмазами с надписью «Остров Корфу адмиралу Ушакову». Золотую шпагу и щит с художественными изображениями. Наши братья русские – это глубоко верующие люди. Я их вижу каждодневно и могу сказать, что они очень сильно любят Господа Бога и святых. За это им Господь дает Божью благодать. Отец Афанасий служит в храме Иоанна Предтечи уже 40 лет. Он и не помнит, сколько за эти годы людей крестил, сколько пар венчал. Когда открылась граница с Албанией, тысячи албанцев приехали на Корфу из страны, где о существовании Христа не знали, где нет церквей. И отец Афанасий взял на себя тяжелую ношу ввести этих людей в лунно-православной церкви. За все годы службы здесь, мне кажется, что я служу как в первый день, хотя я стал священником в 1976 году. Мне хочется и все оставшиеся годы, которые мне дадут Господь Бог прожить с любовью к Богу. Я предстану перед Божьим Агнусом, как и в день моего рукоположения, с безукоризненным, неподражаемым предвещением суда нашего Господа Бога. Они пришли в earthly kicked, который был в стране К días088, где и вwow возле наша Христа не имеется односообразная церквей и отец. ПЕСНЯ Я пою уже 34 года, пою в Кашире, Подмосковской области, от Москвы 100 километров. Храм называется Никола Чудотворец. А на Корфу почему? А на Корфу приехала поклонница, паломческая поездка. Вот у нас батюшка, это наш гипп, приехали. Толк собирались? Я уже здесь второй раз. Почему? А потому что душа зовет сюда. Да, душа зовет. Все, не только здесь, православная Греция, православный остров Корфу, но и в России почитают святителя Спиридона. Все чувствуют его помощь и всегда обычно русские народ сюда стремится к этой святости. Ну и отсюда, конечно же, всегда русские люди едут к своему, так сказать, небесному покровителю, который тоже особо почитается в России, святителя Никола. Поэтому по возможности в этой поездке, если будет возможно, завтра, сегодня была возможность служить литургию, мощей святителя Николая. Ну и вместе со всей православной церковью и за рубежом в России соединиться и воздать молитву Богу. Христос воскресе измертвы, смертью смерть поправ, Христос воскресе измертвы, смертью смерть поправ, И сущий во враге живут дарова, И на дорогу живут дичьи пополняется и в утренниру в воскресенье. Ежедневно в наш храм приходят тысячи русских людей, у которых очень большая любовь к церкви, к нашим святым. Они приходят, встают на колени перед частицами мощей святых, чтобы получить Божью благодать. В нашем храме имеется, кроме святых, и чудотворная икона святого Фанурия. Если обратиться к нему с глубокой верой, он всегда придет на помощь. Тысячи людей обращаются к нему за решением своих проблем и получают желаемое. У кого есть проблемы со здоровьем, просят скорейшего выздоровления. Женщины, которые не могут иметь детей, просят объявления ребенка. Многие мужчины и женщины молят о хорошем спутнике жизни. За последние годы наши друзья русские узнали святого Фанурия, приезжают к нему со своими молитвами. Чудес происходят тысячи. Храм Иоанна Приттичина Корфу, любимый храм адмирала Федора Ушакова. Он приходил сюда на воскресное богослужение. Здесь попросил и отпеть умершего на Корфу своего соратника, капитан-лейтенанта Савицкого, что и было сделано. Прах моряка покоится под этой памятной плитой, где на русском языке написано Российского флота капитан-лейтенант Савицкий, мая 13 дня 1799 года. На самом видном месте в храме Иоанна Приттичи установлена икона, причисленного к лику святых адмирала Федора Ушакова. В городе Керкера, недалеко от новой крепости, ему установлен памятник как освободителю и другу всех греков. На торжества традиционной русской недели на остров Корфу прибывает сторожевой корабль Черноморского флота, экипаж которого, опять же по традиции, повторяет маршрут средиземноморской экспедиции 1798-1800 годов под командованием адмирала Федора Ушакова, результатом которой стало освобождение островов Архипелага. Идея о русской оккупации острова долгие годы навязывалась корфянам англичанами, но островитяне, как и остальные греки, отнюдь не являются легковерными людьми. К тому же они хорошо помнят и то, что Корфу долгое время находился и под английской оккупацией, и то, что русские войска изгнали с острова французов, после чего Корфу стал частью республики Семи Островов, первой со времени падения Константинополя независимой формой греческой государственности. Наше путешествие по Греции продолжится уже на следующей неделе. Мы побываем с вами в храме святителя Спиридона, духовного покровителя острова Корфу. Расскажем, почему каждого второго мальчика на острове зовут Спиридон, и почему несколько раз в год священнослужителям приходится иметь бархатные башмачки, одеты на ступни святого Спиридона. Субтитры создавал DimaTorzok